Приветствую вас, и есть несколько моментов, на которые мне кажется важно обратить внимание в контексте вашего вопроса. Значит, во-первых, вести себя вам нужно спокойно, выдержанно, скандалы не устраивать, этим вы только обохнете от себя человека. Во-вторых, следующее, вот вы пишете, что проблемы начались месяц назад, по крайней мере вы увидели, что проблемы начались месяц назад, но вероятнее всего проблемы были еще раньше, просто они получили такой выход. Давайте подумаем, что для мужчины значит, когда вот его новый друг, это его девочка, что она ему дает такого, что вы, в принципе, дать не можете. Не думаю, что речь здесь идет исключительно о сексе. Думаю, что здесь идет что-то на эмоциональном уровне, потому что мужчина взрослый, мужчина зрелый, а с ней получается что-то, с чего не получается с вами. Вот об этом, в первую очередь, нужно подумать. Это в первую очередь стоит проанализировать. Для чего? Ну, чтобы, во-первых, понять желание своего мужа, чтобы понять, чего он хочет, и постараться ему это дать, но более качественно и в более лучшей форме. Чтобы мужчины не было внешних мотивов для того, чтобы, ну, с этой девушкой проводить время. Дальше. Вы пишете, что боитесь, что боитесь мужчину потерять, и боитесь ставить вопрос о страх, потому что опасаетесь выбора, который будет не в вашу пользу. Вы боитесь. Занигает вопрос, почему. Страх делает вас несвободной. Страх делает вас зависимой. Страх ограничивает вас в возможных вариантах поведения по отношению к мужчине, и в возможных реакциях на поведение и отношение мужчины к вам, которые являются достаточно оскорбительными по отношению к вам. Начну я понять, чего вы боитесь. Страх, как причина данных случаев для зависимости от мужа, мешает вам принять верное решение. С одной стороны, вы понимаете, что так ситуацию оставлять нельзя. Она обижает, оскорбляет, унижает вас. С другой стороны, вы достаточно ограничены в своих действиях из-за того, что боитесь. И получается так, что мужчина вам вертит, вертит как хочет, знает, что вы никуда не денетесь от него, знает, что вы, скорее всего, будете терпеть то, что он делает, и почти уже от вас не скрывает, что проводит время с другой женщиной. Значит, совершенно очевидно, что вот тот вот рычаг давления, который у него есть, вам нужно убирать. Чтобы не быть от него зависимым, чтобы он боялся вас подчислять, чтобы он начал опасаться того, что вы действительно можете от него уйти, что вы действительно можете бросить его. Ну и если вы действительно от него зависимы, а это может быть и материальное положение, и то, что у вас ребенок, и еще как-то, стоит подумать, чтобы эту зависимость, по крайней мере, для него убрать, чисто унес, показать ему, что, ну, в общем-то, вы не станете мириться с таким поведением мужа, и что уйдете. Тогда, если у него это увлечение, он быстренько вернется к вам, просто потому, что боится вас потерять, значит, боясь вас потерять. Если же такого не произойдет, значит, чувства у мужчины к вам ушли. Тогда же вам нужно будет делать выбор, либо вы будете жить с тем, кто вас не любит. Это ваше право, ваш выбор, но с поправкой на определенные аспекты. Видно, все-таки уйдете и будете жить одна и искать себе другого молодого человека, другого мужа. Тут уже решать только вам. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!